Крест – хранитель всей вселенной. Крест – уничтожение вражды. Он – охрана мира. Он стал для нас сокровищем бесчистенных благ. Благодаря Христу мы уже не блуждаем в пустыне, потому что познали истинный путь. Уже не обитаем вне царства, потому что нашли дверь. Не боимся огненных стрел дьявола, потому что увидели источник. Благодаря Кресту мы уже не вдовствуем, потому что получили жениха. Не боимся волка, потому что имеем доброго пастыря. Я, Есмь, говорит, пастырь добрый. Евангелие Теана, 10 глава. Благодаря Кресту мы не трепещем перед тираном, потому что находимся около царя. Вот почему мы и празднуем, совершая память Креста. Так повелел праздновать ради Креста и Павел. Посему станем праздновать, говорит, не со старой закваской, но со пресняками чистоты и истины. Затем, указывая причину, пресовокупил, что Пасха наша, Христос, заклан за нас. Послание к Коринфянам, 1, 5 глава. Видишь, каким образом повелевает Он праздновать ради Креста. На Кресте Христос заклан за нас, а где жертва, там уничтожение грехов, там примирение с Господом, там праздник и радость. Пасха наша, Христос, заклан за нас. Где, скажи мне, заклан за нас? На высоте помоста. Необычен жертвенник этой жертвы, потому что и жертва необычная, и небывалая. В самом деле, один и тот же был и жертвой, и священником. Жертвой был плотью, а священником, духом. Один и тот же приносил, и был приносим плотью. Послушай, как изъяснил то и другое Павел. Ибо всякий первосвященник, говорит он, из человеков избираемый, для человеков наставляется на служение Богу. А потому нужно было, чтобы Исей также имел, что принести. Пасаника евреям, 5 глава. Вот сам Он приносит Себя. А в другом месте говорит, что так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, для ожидающих Его воспасения. Здесь Он принесен, там принес Себя. Аминь. Аминь.